Я рад обратиться к вам сегодня, особенно после того, как в Нью-Йорке прошел совершенно удивительный, потрясающий марш-бросок или ото-ралли «Jews for Trump». Что вы чувствовали, о чем вы думали, когда вы видели тысячи машин, которые двигались с Coney Island Avenue или с Coney Island, здесь Брайтон-Бич, о котором я сейчас нахожусь, так сказать, маленькая Одесса, Бруклина. В этих машинах сидело очень много русскоязычных евреев, иммигрантов, которые с гордостью размахивали американскими флагами и, конечно же, произносили, пели, кричали во весь голос «Trump 2020» или «Four more years». Что вы думали, когда вы смотрели это, видели, или когда вы сами ездили в одну из этих машин и, возможно, ставили это на Facebook, рассказывали своим друзьям? Лично мое сердце, друзья, наполнялось гордостью. И в этом своем обращении я хочу обратиться как раз не тем, которые разделяли мои чувства, а тем, кто с гневом и осуждением смотрел на то, что происходило. Друзья, в нашей среде, безусловно, есть разные люди с разными мнениями, и поэтому я не сомневаюсь, что есть и среди моих друзей либеральные евреи, которые живут как здесь, в Америке, и, на удивление, также и в Израиле, которые страстно ненавидят Трампа и мечтают о том, чтобы, наконец, его больше не стало. И, друзья, я сразу хочу сказать вам, я вас понимаю. Более того, я думаю, что многие, находящиеся в этих же самых машинах, предпочли бы, чтобы вместо Трампа был Рональд Рейган, который был гений коммуникации, который умел прекрасно говорить и который умел обращаться к американскому народу, и которого американский народ любил. К величайшему сожалению, у Трампа есть свой стиль. Он агрессивен, он негативен. У него есть свои недостатки, безусловно. И я сейчас не хочу его оправдывать. Я хочу сказать прежде всего о том, почему многие из моих друзей, которые никогда в жизни не думали заниматься политикой и никогда бы даже не поверили в то, что они сядут в машину или возьмут американские флаги, сели, поехали и призывают людей голосовать за Трампа. Давайте поймем их тоже. Я еще раз хочу напомнить, что я обращаюсь к моим либеральным друзьям, которые терпеть не могут Трампа, но при этом они евреи и при этом они любят Израиль. Что же, друзья, вам сказать? Я понимаю, что тот факт, что Байден намеревается вернуть Iranian deal и по сути оправдывает тот факт, что 150 миллиардов долларов были возвращены Ирану и направлены на террористическую деятельность против соседних государств, в первую очередь против еврейского государства. И подвергают, по сути, государству Израиль опасности. Полтора миллиарда кеша, которые были явно направлены на террористическую деятельность. И то, что этот deal будет возвращен. И то, что поддержка Ирана подвергнет опасности процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который каким-то удивительным, чудесным образом смог достичь Трамп. Когда уже три арабские страны, по сути, заключают мир с Израилем. И когда Саудовская Аравия вот-вот готова. Но если придет Байден, этому придет конец. И, конечно, все может повернуться вспять. И иранская агрессия против Израиля, которая угрожает, собственно, существованию еврейского государства, может усилиться. Поэтому, конечно же, мне так кажется, что к власти могут прийти левые радикально настроенные силы демократической партии, которые по своей сути не только антисемиты, но и, конечно же, антисионисты. Байден из них не самый страшный. Хотя, как вы знаете, он угрожал Бегину. И Бегин ответил, я не боюсь твоих угроз, как вы помните, много лет это было назад. Я не тот еврей, который говорит с тобой с дрожащими коленками. А я тот еврей, который видел, как его братья ввели на смерть, и никто нам не помогал. И мы обойдемся без тебя. Поэтому имеет смысл, конечно, помнить о том, кто такой Байден, но он отнюдь не самый страшный из них. Приход к власти Байдена в Америке, как это сказал открыто в интервью «Jerusalem Post» посол США в Израиле Дэвид Фридман, для безопасности Израиля его политическое положение, конечно, является стратегической угрозой, не всякого сомнения. Точно так же, как до суннидских умеренных государств. Продоксально, что как раз Обама, поддержавший Иран, по сути, содействовал, не желая, конечно, того, чтобы показать, что Америка не является надежным союзником. И потому у них нет другого выхода обеспечить свою долгосрочную безопасность, как заключить союз с Израилем. В этом смысле спасибо не столько Обаме, сколько Всевышнему, который перевернул его злые намерения в лучшую сторону. Так вот, я обращаюсь к тем людям, которым на Израиль, в принципе, наплевать. Они могут даже жить в Израиле, при этом им наплевать на Натанияу, верят в глобализм, либерализм. И поэтому аргументы такого рода обычно отвергаются следующим. Я буду голосовать во имя того, что хорошо для Америки. Да, даже если я живу в Израиле. Главное, чтобы Америке было хорошо. Как американский гражданин, живущий в Израиле, я либерал, я поддерживаю либеральные ценности, и поэтому я хочу голосовать за лучшего кандидата Байдена. Да вот я хочу вам сказать, друзья, почему тысячи моих друзей вышли на улицы вчера. Не потому, что они в восторге от риторики Трампа, а потому, что они в ужасе и страхе от того, что угрожает Америке. Понимаю, что 70% американских евреев вообще об Израиле не думают. Израиль не является никаким фактором в принятии решений, за кого они будут голосовать. Только русскоязычные евреи и религиозные евреи в этом смысле. Для них фактор безопасности Израиля является фактором. А для большинства абсолютного нет. Он просто ненавидит Трампа. Хорошо. Но подумайте о том, что произошло в момент демонстрации или в момент этого раллия «Juice for Trump». Посмотрите, что произошло. Если вы видели эти кадры, то вы видели, как мирные демонстранты, действительно, которые вообще не протестовали ни против кого бы то ни было, а просто выражали поддержку действующему президенту США, спокойно ехали в машинах. И да, на их машинах было написано «Trump 2020». В них начали кидать камнями на Гуанас-экспресс-вэй. И это показано на видео. Они подъехали, вы видели, они подъехали к «Trump Towers» как какие-то радикалы. То ли это Антифа, то ли это кто-то еще. Начали набрасываться. Во всяком случае, мы видели на одну машину. И начали избивать людей. 7 человек были арестованы. Страшно ли это? Я должен вам сказать что-то, что еще страшнее, друзья. Страшнее, если вы откроете Google и посмотрите, как комментируют это New York Times или ABC News или другие fake news, то вы увидите Советский Союз дежаву, если вы забыли, что такое Советский Союз. Вы увидите пропаганду ненависти, исходящую из якобы толерантных источников. Они настолько толерантны, что они в своей толерантности дошли до полного абсурда. И потому они искажают правду и занимаются пропагандой лжи. Если вы откроете их новости, то там будет сказано так. Еврейские сторонники Трампа вызвали драки или спровоцировали драки в Манхэттене. Посмотрите на это. То есть человек, который не будет вдуматься, человек, который не будет вчитываться. И даже если он будет вчитываться в эти fake news, ему покажется, что это агрессивные евреи развязали драку в Манхэттене. Поэтому даже если эта драка была относительно не массовой, не так уж там было много всего. Хотя если вы посмотрите, это выглядит довольно страшно. Но страшнее гораздо то, что миллионы людей или сотни миллионов людей по всему миру, они обвиняют евреев, которые мирно поддерживали, демонстрировали свою поддержку президенту США. Вне зависимости от того, как вы относитесь к президенту США. Не забывайте, я говорю с вами, с либеральными евреями. Но вас не пугает, что вы оказываетесь в тоталитарном государстве, которое, во-первых, в средствах массовой информации, которые продолжают доминировать сознанием людей, искажают правду, обманывают. В данный момент даже, по сути, занимаются поклепом на еврейскую общину. Евреи вообще, одна сторона этого. А вторая сторона, если вы скажете что-то другое и поместите это на Фейсбуке или на Твиттере, или на Ютубе, или где-то еще, то цензура технологических гигантов, которые обладают монополией, на распространение новостей. Вы понимаете, что новости сегодня распространяются совершенно новым образом, а именно не из бумажных источников, или даже не потому, что мы идем на веб-сайты, а потому, что наши друзья показывают какие-то новости на вполне достаточных выбор. Так вот, этот выбор, оказывается, сегодня не является выбором друзей, а не другов, которые руководят нашим сознанием и решают, что показывать, а что нет. Например, материалы, которые указывают на коррупцию сына и, собственно говоря, самого Байдена, они закрываются, а материалы, которые указывают на то, что еврейские сторонники Трампа спровоцировали драки, они как раз, во-первых, искажаются по своей самой форме, они должны были бы быть убраны, как ложные, их не нужно, их не должно было бы быть, потому что это действительно фейк-ньюс, но именно их вы как раз сегодня увидите. И поэтому вопрос, друзья, не страшно ли это? И если я вас еще не испугал, пожалуйста, посмотрите на кандидата вице-президента Камилу Хэррис. Когда вы ее в интервью спрашивают о Антифи, Black Lives Matter, и спрашивают, что она думает, она говорит, что протесты легитимны, они продолжатся до выборов и даже и после выборов. Она выражает открытую поддержку тем протестам и протестующим, которых Трамп в своих дебатах назвал террористическими организациями. Почему? Да потому что, он сказал, то, что я вижу, эти люди идут по улицам и скандируют призывы к убийству полицейских. Вы только подумайте, когда кандидат в вице-президенте США поддерживает организации, которые американский президент считает террористическими, что нам угрожает легитизация террора или террористических организаций. Хочу упомянуть моего дорогого друга Марка Голуба, который является всю свою жизнь демократом, друзья, демократом. И он в интервью мне, которое он дал несколько месяцев назад, я обращусь к нему сейчас еще раз с просьбой пообщаться на эту тему, и в этом интервью он сказал мне, я терпеть не могу Трампа. И я знаю многих американских евреев, которые его не могут терпеть. Но при этом я хочу сказать им всем, и даже всем тем, кто смотрит мой канал, это еврейский канал, американский, и даже если никто из них не будет смотреть мой канал, и вообще никто не будет смотреть на мой канал, я все хочу сказать всем вам, что я не смогу голосовать за демократическую партию на этих выборах, потому что она разрушает Америку. Подумайте, друзья, не потому что он поддерживает Трампа, а потому что эта партия сегодня на позициях радикального социализма, нетерпимости промолчала, не протестовала тех разрушительных сил, которые двигались по центральным городам Америки, которые грабили, которые призывали к убийству, и когда происходили убийства полицейских, Байден молчал, а Камила Харрис поддерживала эти призывы. При этом Марк Голуб тогда сказал мне, проблема не в том даже, что они тогда, эти демонстранты, протестовали против убийства, смерти того черного задержанного американскими четырьмя полицейскими. А дело в том, что они призывали прекратить финансирование полиции. И вообще эти протесты вылезли в антиполицейские протесты. Полиция является основой законности в стране. И когда встают силы, которые хотят вообще разрушить полицию, не то, чтобы выступить против плохих полицейских, а полиция как таковая, то это по сути призыв к разрушению строя. И зачастую ни Антифа, ни другие организации прокоммунистические, радикальные, они и не скрывают своей задачи разрушить ту Америку, которую мы с вами знаем. Поэтому сказал в свое время Марк Голуб, я не знаю, что делать. Друзья, я обращаюсь именно к вам, к тем, которые не знают, что делать. Вы не можете голосовать за Трампа, я понимаю вас. Но у меня вопрос к вам. Можете ли вы голосовать сегодня за тех, кто призывают to defund police, которые видят в полицейских проблему главную происходящих здесь, так сказать, событий, когда вы видите, нападают на еврейских демонстрантов мирных, и при этом наша мидия все это ставит с ног на голову, когда эти гиганты технологические объявляют по сути цензуру, то что вы можете сделать, друзья? Итак, что вы можете делать? Я не буду говорить вам, что делать, и не знаю, что вы сделаете, но мне кажется, что самое главное, это даже если вы демократы, вы не можете молчать, вы должны говорить в своих рядах, и вы должны отстаивать свое мнение в своих рядах, потому что молчание это преступление, и в этом смысле, друзья, я хочу завершить эту мыслью, мыслью, может быть, духовной, когда было время потопа, как вы знаете, мы тоже живем сейчас во время, которое можно называть потопом, если хотите, в неспокойное время, так вот, когда происходил потоп, то тогда говорилось, что Ной был праведным человеком своего поколения, и мудрецы не понимают, зачем сказать своего поколения, при чем тут свое поколение, с одной стороны, очевидно, что у каждого поколения есть своя природа, свой менталитет, и поэтому каждому поколению нужен свой подход, поэтому каждое поколение нуждается в своем праведнике, в своем лидере, в своем руководстве, у каждого из вас на своем месте, в своем поколении, в свое время есть своя задача, так вот, интересно, что в этой связи Талмуд указывает на спор, один из мудрецов говорит, когда сказано, что Ной был праведником своего поколения, имеется в виду, что даже в то страшное поколение грешников, он все равно не был грешным, таким, как они, ему удалось построить ковчег, друзья, если это верно, то это значит, что даже в это поколение, антифы, бидиэл, ненависти, мидии, цензуры, каждому из нас нужно построить свой ковчег, это значит защитить свою душу, защитить свою семью, защитить свою общину, мудрецы говорят, что ковчег, на иврите слово Тайва также означает слово, это значит, что нам нужно искать правильные слова, правильные слова, которые мы читаем, правильные слова вечности, книги, книг, Торы, это значит, нам нужно самим находить источники ценностей, святости, Потому что в этом мире выжить сегодня очень непросто Поэтому первое благословение всем, кто меня слушает Опять-таки, вне всякой зависимости от вашей политической ориентации Каждому из нас в это время прежде всего нужно сохранить себя Защитить себя, построить свой ковчег Но с другой стороны Другое мнение говорит, что Ной был праведником И считать его праведным было можно лишь Потому что он был в этом поколении грешников, в поколении потопа И если бы Он жил в поколении Авраама То по сравнению с Авраамом он был бы никем Почему по отношению к Аврааму он был бы никем? Да потому что Авраам не просто сидел в своем ковчеге Он не просто ждал, когда люди придут к нему Он выходил и шел им навстречу Он приводил их к себе Он распространял истину Он делился светом Потому что просто так сидеть и молчать Невозможно сегодня В этом смысле мудрецы как раз и говорят Ной был праведным человеком в своем поколении Потому что если бы он жил во времена Авраама По отношению к Аврааму или по сравнению с Авраамом Он был бы никем Друзья, именно потому Многие из моих друзей вышли на демонстрацию вчера И эта демонстрация была отнюдь не только в поддержку Трампа Или может быть даже не столько в поддержку Трампа Хотя да, с точки зрения его политики То, что он сделал Как для экономики Так для безопасности Израиля Невероятно Huge Но это не является, может быть, главным Главное то, что вывело их на улицы Это осознание той невероятной опасности Для существования Америки А потому всей цивилизации Демократической и западной Которая сегодня находится в опасности Итак, друзья, как я уже сказал Я не говорю вам, что делать Но я говорю вам одно Мы не можем молчать Всего вам хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...